Видите этот старый покосившийся дом? В нем живет маленькая девочка Есения со своей бабушкой. И это особенная история, про которую мы сейчас вам расскажем. Главное застать дома. Главное, чтобы тут разбито окно, фанерка заставлена. Такой старый деревенский дом, покосившаяся такая пристроечка. Там дрова, парник, грядочки. Здравствуйте. 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 Что вы хотели? Что к чему? Вас Наталья зовут, да? Да. А что вы хотели? Мы просто хотели узнать про вашу ситуацию, чтобы вы рассказали ее. Ну пойдемте, тогда я его жму. Ага. Гадкий человек, я тебе скажу. Вам сколько лет? 62. 62? Да. И вы воспитываете? Унучку. У меня дочка погибла. А вот как давно вы уже воспитываете внучку? Ну вот прошлый год, у марта это случилось. Второй год пошел, как у меня дочка погибла. Прозошло, конечно, 32 года ей было, моей дочке. Папа у... Нету вообще. Нету. Не было папы у нас. Девочке сейчас вот 34 годик. Ей в сентябре будет 4. Ну пока справляемся, живем пока. Ну, вы знаете, в детский же дом я не буду ее сдавать. Это ж моя внучка, как я ее могу сдать? Год назад случилось страшное. У Есении не стала мамой, она стала круглой сиротой. И в этой ситуации, когда сразу появились предложения о том, чтобы забрать ее в детский дом, чтобы отдать ее в какую-то приемную семью, ее бабушка сказала ни в коем случае и оформила опеку над ней. Тут мне вот соседи тоже, мол, наверное, тяжеловато тебе. Я говорю, да не, вроде я даже, понимаете, как помоложе как-то чувствую. И как-то она, понимаете, так бы и правда не было бы ее одной. Я бы с ума сошла была. Скучно мне было бы как-то. Ну, понимаете, как люди остаются. А с ней как-то, я не знаю, как-то. Ну, бодро, в общем, чувствую я себя с ней как-то вот. Как молодость такая у меня как-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это вы так веревочкой привязываете ее, да? Да, ну, она может и не оторваться, но на всякий случай. Мало ли бы, надо же постраховаться. Угу. Привет. Ну, скажи, ну дай пять. Дай пять. Дай пять. Ой, молодец. Ну. Как тебя зовут? Есеня? Скажи, Есечка. Да? Ну. Ну. Есенечка. Ты еще маленькая, тебе три годика всего лишь, да? Да. Скажи, в сентябре четыре будет уже. Такая бусечка маленькая, да? Только что, видите, она такая маленькая, худенькая. Ну, плохо ест, вот никак не заставить. У вас вот это получается одна комнатка, да? Нет, у нас еще спальня есть. Вот тут она находится, вот девочка. А, здесь девочка спит. Да, там моя спальня, да. У вас так чистенько все. Ну, убираю все, да. Стараетесь, да? Стараюсь. Много игрушечек. Такое здесь. Да, прям много. Это вы все покупали? Здесь чаще уголок. Покупали, племянницу отдавала и племяннику. И тут тоже много игрушек. Это твоя сумочка? Да. Красивая, розовенькая. Это что, это твой велосипед? Да. Ух ты, и ты катаешься? Да. Ну, тут опека говорила, мол, потом квартиру, может дадут ей, мол, как она сирата. Но это, знаете... Это уже 18 лет? Так это еще сколько? Это еще 15 лет? Да. Да, то это еще долго. Вот. А так, видите, я привыкся к своему дому. Еще домик мой как ничего, только что крышу надо... А что у вас с крышей? Ну, уже плохая крыша там. Она протекает? Ну, вот тут было, тут в угле протекало, видите. Вот. А теперь вот, ну, я потом их обила. Тут это мне помогали тоже. Вот тут протекало. Ну, в зале там немножечко было. Вот. Вот так, видите, что тут где? Где Железино? Где Железино? Где Железино, вот там течет. Это вот по той стенке получается? Да, 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 вот там. И это твои игрушки мягкие, да? Да. И ты в них играешь? Да. Здорово. Какая у тебя самая любимая игрушка? Да. Вот эта вот розовая собака в шляпе с сердечком. Интересная. Да. Она вообще не говорит о людей? Говорит кое-что, говорит. Кричит баба, потом папа, мама, потом вот тут недавно... Это она все вам говорит, папа, мама. Да, вот все кричит, потом дай. А так вот по соображению, вы говорите, все понимает, все. Угу. Ну, просто вот еще, ну, предложением. Да, не может еще строить предложение. Да, вот построить. А так все, и картинки знает. А иногда тоже берется мне там что-нибудь мою, она там стол с тряпкой начинает там, помогает стирать там или метло. Такая девочка, понимаете, боевая в общем такая. Бабушка хочет сделать все от себя возможное, чтобы поднять ее, вкладывает в нее всю себя, всю свою жизнь, чтобы дать ей возможность жить счастливо, чтобы направить ее в жизнь и чтобы у нее все было хорошо. Угу. 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 Тапочки, да? Приней тапочки. Сейчас принесем. Она и сама дается. Конечно, конечно. Угу. Она сама умеет. Она уже большая, уже тебе три года, уже скоро тебе четыре будет. Да. Четыре. Пока три тебе, да? Угу. Угу. Ну, когда вы наступите. Угу. Угу. Да. Ну. Ну, что ты глянь, Глёш? Угу. Будем вот спокойной ночи, малыши, посмотрим, как потом, да, и будем потом баюшки. Угу. Да. Это она показывает, что спать потом будет. Угу. 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 Да. Ну, ну, куда ты, ой? А я тут скажи, ну, саду тоже, мы снятые, скажи, нас снимали, вов-саду тоже скажи. да мама нет это не мама ящичка мама мама далеко эта история особенная и знаете она прям прям проникает в самое сердце эта история про маленькую девочку есени и ее бабушку про вот такую семью где есть бабушка и внучка и больше никого а что нужно для крыши ну вот надо это цифер вот надо потому что надо идти как их владею судя потому что на протекает они там прогнили на немножечко него еще ничего вот ну вот просто да вот цифр этот я так понимаю что крыша покрыт шифер до цифер эти но знаете как раньше было щепа такая можно видели вы где по старинному под низом там это вот у нас во всех во многих вот на наших улицах щепа под низом дома то видите старинные наши а сколько ему лет уже ой он еще до войны прямо сейчас мы переместимся с вами я думаю так недельки через две три когда здесь произойдут довольно сильные изменения и преображения не томим вас перемещаемся сразу в такое в будущее мы снова вот тут прошел один месяц даже чуть больше с момента предыдущего кадра за это время здесь было проделано очень много всего большой объем работы и дом который находится вот здесь вот выглядит совершенно иначе у него новая крыша у него и другой цвет тебе крыш не протекает домик выглядит нарядно готовы посмотреть вот самое основное это крыша но в том числе дом конечно внешне очень сильно преобразился мы постарались чтобы это же дом в нем живут люди и пусть он будет выглядеть хорошо я в этом моменте очень сильно хочу сделать акцент на таком взаимодействии на участие вас в историях нашего канала то что возможно здесь по нынешним меркам стройматериалов вообще работы это на самом деле действительно ну так немало учитывая все что это всего лишь один выпуск это возможно благодаря вам нашим зрителям благодаря спонсорам канала посылки писания платформе мусти и еще мне отдельно хочется отметить я думаю вы знаете этого человека уже давно он в роликах у нас фигурирует участвует виталик я прям искренне благодарен ему что он и в этой истории подключился искала ребята я помогу я сделаю я приму участие и благодаря ему крыша цвет дома все это благодаря ему в том числе будет здорово если вы напишите ему приятные слова здесь где-то появится соцсеть ну вы понимаете какая у кого работает випе может сойти найти его поэтому нику и написать ему потому что ему будет приятно прочитать в комментариях там что-то в свой адрес потому что он реально постарался и сделал очень много для того чтобы здесь не текла крыша чтобы дом выглядел хорошо и чтобы люди которые там живут такая вот необычная маленькая семья жили и дальше безопасности и счастлива здравствуйте здравствуйте но мы с вами не виделись месяц даже чуть больше но за что за это время произошло у вас тут вы помогли мне и парке помогли дома отремонтировать большое спасибо им и вам также и здоровья и счастья в личной жизни всем вам им ребяткам тем вот ну как вы сами оцениваете работа очень цвет понравится цвет понравился да тоже зеленый когда мы в прошлый раз были мы так обратили внимание что ваш ну честно даже вот у нас есть фотографии кадра дома который был он ну выглядел плохо совсем совсем иначе сейчас мы сейчас приехали посмотрели сюда да так очень красота такая стала даже понимаете соседи мои все идут что говорят всем нравится очень будет даже в этой истории очень много людей объединилось вы наверно не знаете не понимаете но очень много людей даже по всему миру поучаствовав финансово в том чтобы у вас была новая крыша и новый дом я знаю что ребята когда вскрыли крышу там все было гнило и совсем поэтому это изначально мы то думали что может изначально мы но обойдемся малой крови думали что понимал поменяем лишь несколько несколько листов в итоге была полностью переделана крыша ребята которые этим занимались это два вообще наших кстати да и знаете два наших героя которые которые в итоге поменяли все и полностью всю крышу переделали все стропила и шифер весь вообще заново новый полностью когда мы с вами увиделись месяц назад у вас было понимание что вообще что-то может вот ты измениться я сначала не думала что думаю мало либо знаете это что за они шеи крыша дорогая правильно это все думаю может думаю может кто и поможет а думаю никто не поможет вот хотела кредит думаю где возьму тогда уже буду нанимать и тогда сделают но что делать тогда у нас очень тронула ваша история и очень тронула то что вы для поставить она имеет виду то что вы взяли девочку девочку конечно свою внучку послушайте но не могла правда не могу я ее отдать привет как ты поживаешь это же нормально хорошо ты видела какой домик цвет какой зеленый да красивый яркий такой да 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 привет мальчик мальчик это мальчик если что давайте покажем несколько кадров работы как здесь все проходило и какая здесь вообще по сути была стройка всем привет всем всем огромный привет и с вами на связи сергей кузнецов как вы уже видели как мы уже отлично построили я считаю отреставрировали дом да вот ну так как из нас не очень хорошие съемщики да но я надеюсь мы вам как могли показывали все в лучшей форме всем привет всем привет сегодня мы закупили много различного стройматериала кучу досок шифера но и также мы уже успели опилить старые ветки ветки которые мешались на крыше дома дать дом продохнуть и веточки вообще все все сложили у нас только первый день впереди еще много интересного сегодня наши действия разобрать всю крышу полностью убрать шифер посмотреть насколько она там непригодна заменить лаги направляющие и по максималке сделать еще усиление конструкции здесь здесь ребро и здесь вы заметили что за конструкция догадывались это что вы сделали мы под этой конструкцией спрятали все-все цветы сейчас снимает скрытая камера ну вот сейчас мы уже пробрались именно в центр крыши вот посмотрите каком все тут состоянии ну это вас вот внутреннее само состояние крыши ставим дополнительно стропила и здесь 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 она усилится конструкция и крыша уже никуда не денется в общем и потом обрешетка идет и после обрешетки уже стильным шифер всем привет еще раз еще раз здороваюсь с вами в этом выпуске сейчас вы смотрите ролик про историю бабушки ее внучки а мы же параллельно находимся на кавказе и в следующем выпуске вы увидите продолжение истории про сережу но потом после вы увидите историю отсюда невероятно атмосферный ролик вас ждет я знаю что многие также хотят путешествовать и при этом работать удаленно для этого нужна современная и востребованная профессия эксперты из академии эдюсон особенно знают какие профессии и навыки востребованы в современном мире я рекомендую вам получить профессию бизнес-аналитика спрос на бизнес-аналитиков за последний год вырос аж на 36 процентов при этом зарплата на старте начинается от 80 тысяч рублей за шесть месяцев вы изучите 20 бизнес-кейсов моделирующих большинство рабочих задач бизнес-аналитика и освоите востребованную профессию в академии эдюсон занятия проходит в удобное для вас время а по окончании обучения вам помогут в трудоустройстве более того доступ к контенту и обновлениям вы получите навсегда переходите по ссылке в описании а по промокоду слова пацана вы получите скидку 50 процентов на обучение герои здорово давно не виделись мне кольта он там а сейчас носки переодевает понятно понятно вот кольт кольт здорово сразу видно кто работал да вот смотри посмотри вот кто работал из них двоих давайте я вкратце чтобы вообще ничего не понимает что происходит расскажу вам мини историю значит когда мы узнали что здесь нужно делать крышу заниматься домом мы стали думать варианты и первому и единственным в итоге кому мы обратились это был кольт который сразу же не раздумывая согласился и кольт говорит что у вас там такой парнишка есть серёга можно его к нам да и после этого здесь образовалась такая гремучая смесь я пошел короче ребята очень сильно постарались на самом деле шутки шутками а здесь сделано огромное просто огромная работа если бы не брат натальян то мы бы не сделали потому что огромное большое спасибо ему потому что он помог нам ускорить процесс давай кольт скажем пару слов про твою фирму скажи сам наша фирма занимается ремонтами квартир отделкой помещения также малоэтажное строительство в основном сейчас отделка идет в общем если кто-то захочет обратиться к тебе к твоей фирме за ремонтом да да то обращайтесь всегда рады помочь в общем будут в описании контакты коля коля такой стоит босиком там будут контакты коля коля уже не первый раз принимает участие в наших историях я вам напомню это и кухня и пол для дедушки миши после этого крышу ты еще одну делал потом коля сделал невероятный проект просто это никто не брался полностью ремонт в квартире в саратове который был ужасно было просто вот ну вот это вот одна из самых сложных вообще истории нас на канале и сейчас коля здесь сделал вот такую вот историю благодаря команде с которой сложилось уже здесь не все мне потому да конечно ты и серега вы молодцы владимир мальчик вот он мальчик ну собственно говоря я думаю что наш выпуск вот эта история подошла к концу здесь вы увидели историю такой вот семьи историю наталья ее внучки есени и ребята не знаю взяли приехали и за этот выпуск увидели как преобразился дом теперь самое главное здесь не течет крыша ну и домик выглядит неплохо мы очень благодарны вам зрителям за просмотр за поддержку нашего канала подписывайтесь по возможности если у вас такая возможность есть ли это нужно все лишь на одну кнопочку нажать будьте с нами в телеграме других соц сетях становитесь нашим спонсором по возможности всем спасибо за просмотр всем пока и торжественно закрыть камеру я доверяю и прошу сергея кузнецова великолепного нашего медленно очень медленно а чё такой чистый я потому что переоделся уже дорогу собрался понятно ну вот и молодец потому что мы отправляемся ровно через три минуты кто не успел переодеться тот не едет круто я позвоню свою начальку завтра на работу пол снимал подъем все класс и